Шок был, но до сих пор помню, что я просто лежу и неужели, что я сломала себе. Екатерина Инзарцева – единственная девушка на соревнованиях по велосипедному эндуро в этом году. Северянка любит острые ощущения, поэтому пять лет назад экстремальный вид спорта практически захватил все ее свободное время. Без травм не обошлось, говорит, локоть собирали по частям, однако боль желания покорять сложные трассы ничуть не уменьшила. Просто немножко затруднило дальше мое физическое состояние, но страх был, но потом я его преодолела и дальше пошла кататься. Полно адреналина, эмоций, приятные люди и вообще вот тематика двухколесного транспорта меня вот прям очень нравится. Старайтесь не растягиваться, старайтесь, если плохо знаете маршруты транзитов, держаться вместе и оперативно подниматься на старт. Короткий инструктаж и сразу на старт. Кто готов морально и физически, едет первым. Эндуро – настоящее испытание выносливости как гонщика, так и велосипеда, поскольку все четыре трассы протяженностью почти четыре километра – это бездорожье с крутыми поворотами. Самое главное правило в поворотах – это заходя в него, смотреть в ту точку, где ты будешь выходить из поворота. Потому что куда ты смотришь, туда ты в конечном итоге, тело тебя и поведет. Контроль скорости на заходе в поворот, не зажиматься в самом повороте, работать корпусом. Проезжают спецучастки на время. Транзиты между ними не учитываются. Минуты, затраченные на прохождение каждой из трасс, складывают. Чья сумма меньше, тот и победитель. Ключ к маневренности и быстроте, а главное – безопасности, правильно подобранные и подготовленные к соревнованиям велосипед и экипировка. Все узлы проверяешь от покрышек до цепи, смазываешь, чтобы ничто не подвело на гонки, потому что выкладываешься на все сто. Ну и также трассы ты проходишь пешком по трассе, смотришь линии, траектории и так далее. Трассы здесь непростые, общий перепад высот – почти 500 метров. Я впервые попробую проехаться по пересеченной местности и в процессе поделюсь эмоциями. Главное – сначала запрыгнуть и удержаться, поскольку сделать это нелегко. Руль не слушается, велосипед на камнях подпрыгивает, вместе с ним и я. Со стороны может показаться, что здесь ничего сложного, но по ощущениям будто вот-вот потеряешь управление. Это было страшно. Соревнования на горе Горелая прошли в третий раз. Организаторы стараются вносить разнообразие, поэтому периодически ищут новые маршруты для заездов. Число участников из года в год почти не меняется, однако спортсмены надеются, что к их дружной команде присоединится больше любителей экстрима. Мария Гусакова, Павел Третьяков, ТВ21+.